Я приветствую зрителей моего канала ПОККОН, зрителей канала АРУ, а также просто любителей искусства, культуры и ютуба, которые забредут на нас случайно. Никак не могли бы с Лёшей не пообщаться, потому что мы с ним действительно общались уже, наверное, месяцев несколько, так чтобы подробно. И первое наше общение, первое наше общение за полгода мы решили провести в прямом эфире. Я буду у Алексея узнавать, что он делал конкретно сегодня и что он делал вообще по жизни. Сегодня я ничего не мог делать, сегодня я только проснулся несколько часов назад, я еще не успел. Вчера тогда. Как известно, Алексей сейчас проживает в Калифорнии. Ты в каком городе проживаешь? В Лос-Анджелесе я проживаю. В Лос-Анджелесе есть такой городик. А точнее я в Лос-Анджелесе живу в Эст-Голливуде, не боюсь этого слова. О, в Эст-Голливуде я тоже жил. В Эст-Голливуде я тоже жил, когда я снимал бессмертное произведение. Бессмертное произведение, как оно называлось-то? А, Стилинг Тарантино, взять Тарантино. У меня тоже была гостиница в Эст-Голливуде, Ромада Ин, я там жил в гостиничке. Кормили там неплохо. Я имею в виду прям в кафе при гостинице. Я вообще в Америке как-то неплохо кормил. Да ты понимаешь, ну есть, мне же иногда подписывают некоторые люди такие разные, да? Ну, одни подписывают, но подписывают, говорят, что все, ну что ты бедствуешь. То есть они уверены, что они там очень хорошо живут, как сыр в масле катаются, понимаешь? При температуре минус 25, ужасной экологией, экономикой и уебанами во голове страны. А что живу хреново я, или, например, ты. Но когда все-таки с большим трудом объясняешь, что живут хреново они, возникает следующий этап. Это тема, что вы же типа нихуя не делаете. Вы же там пойди без работы сидите. Я говорю, ну это зависит от состояния каждого человека. Можно ходить все время жаловаться, знаешь? Ой, блядь, это не так, то не так. Но заниматься есть более чем. Вот. И значительно больше способов приложения, чем в том же Мордоре, да? В той же России. Тем более, что сейчас я подозреваю, там вообще какая-то жопа. Вот. Ну и по сравнению с тем, что раньше было, тоже, конечно, нам надо больше. Слушай, мир огромный. И, в принципе, ну в общем, общие места. Вот давай я у тебя, значит, спрошу. Я правда это не знаю, я признаюсь. Чем ты занимаешься? Я вот даже не знал, где ты живешь. Чем ты занимаешься? Сейчас вообще по жизни, а про день мы отдельно поговорим. Ром, я сейчас активно сотрудничаю с одним клубом в Лос-Анджелесе. И провожу там некоторые мероприятия, помогаю организовывать другие мероприятия. Например, вот Максим Покровский группу много свело, приезжал недавно. Я приложил руку к организации этого мероприятия. Сейчас будет группа Бангладеш. Мы только что отсняли. Ну, блин. Это как бы рекламные роли мероприятия. Но на самом деле мы отсняли полнометражный практически клип. У меня есть возможность реализовываться в творческом плане. Я не могу сказать, что я вернулся к другому. Я рад, что я могу заниматься своей профессией. Либо смежной профессией. Я не работаю в такси, слава богу. Хотя я ничего против этого не имею. Я не мою посуду. Я занимаюсь творческой деятельностью, скажем так. В данный момент у меня пока... Мне одобрили миграционную визу. Я не забыл, как она про экстра орджи или что-то. Я не помню, как она правильно называется по-английски. Короче, это виза талантов. Мне одобрили миграционную визу. Я уже нахожусь здесь на законных основаниях. И я вот сейчас, буквально в ближайшие дни, ожидаю разрешения официальное на работу. И как только придут... Ну, то есть мне уже все одобрили, но вот в руках его еще нет. И как только мне одобрят разрешение... Я получу разрешение на работу. Мы с режиссером Александром Антонесяном, режиссером-документалистом Михаилом Пельштейном, который выступает в качестве продюсера, запускаем спектакль. Круто! Просто планов громадьёй по поводу мероприятий, по поводу разных, еще раз говорю, креативных каких-то перформансов. Очень много всего. Просто не хочу сейчас все карты раскрывать. Ну, могу, наверное, спойлер дать, что... И голую вечеринку Ивлеевой мы скоро затмим. Потому что огромное... В отличие от России, пределами нашей любимой Родины, в мероприятиях подобного рода не видят диверсию против государства. И очень много людей креативных, творческих. Есть потребность на такой запрос. И мы сейчас хотим организовать огромное-огромное кинки-пати. Певерли-Хилл с дорогими машинами, особняками. И это будет весело, задорно, классно. И там будет много селебрити американских. И это что касается... У меня появился агент в Америке. Не могу сказать, что прям мой агент, вот это мой агент. Нет, меня познакомили с агентом, который занимается здесь в Америке много-много лет русскоязычными, иностранными, скажем так, артистами. В Америке заполучить агента это самая большая проблема. Потому что все здесь от агента очень много зависит. Слава богу, у меня появился агент, и у меня был дебют. Я пробовался... У меня были первые пробы в голливудском кино. Притом, так получилось, что у меня должно было быть две пробы подряд. Один фильм с телевизором Сталлоне, а второй фильм... Не знаю, кто там из голливудских звезд. Но первые пробы я успешно проебал, потому что я уехал в Питтсбург с друзьями и с детьми. И я не успел отметиться на этих пробах. Ну и хрен с ними. Но приехал, и у меня были пробы на английском языке. Что из этого выйдет, я пока не знаю. Но сам факт, что в сторону кино какие-то шаги в сторону американского есть, это так. Есть проект... Но он, слава тебе, Господи, не зависит от американских продюсеров. Потому что деньги не американские, а деньги русские. Ну, в смысле, наши. И, может быть, там будет мой любимый Микки Рург принимать участие в этом. Дай Бог, если сложится, может быть, к лету мы запустимся в кино. Это не голливудское кино, это не на голливудской студии. Еще раз. Это деньги наших бывших соотечественников, которые... Которые... Как это? Я сейчас слова правильно подбираю. Которые... Которых есть интерес в финансирование кино. Кина. Вот. Индепендент. Посмотрели локации. Посмотрели локации. И потихонечку люди начинают к этому проекту подтягиваться. И... И... И вот. Индепендент, да? На русском языке, да? Нет. Не только на русском языке. Это будет кино малобюджетное. Простите. Ну, потому что, естественно, не будет таких бюджетов, как в Голливуде миллионных. Ну, там полмиллиона долларов, может. Ну, это будет такая история в духе Гая Ричи с ограблением банка. Ну, такое. Я вставлю свои пять копеек, а тут, видишь, пальцами махал, что-то просил слова. Во-первых, у меня первый вопрос по вопросам. Вот это вот виза талантов, это что я тебе рекомендации писал или это другая виза? Да, да, да. Ты писал, да. Угу. Я не могу сказать, что ты сыграл ключевую роль в получении у меня американских документов, но ты внес свою лепту в моем, в моей легализации в Америке. Не, я никаких иллюзий не питаю. Я понимаю, что основную лепту внес адвокат и та сумма, которой ты заплатил адвокату. Я не заплатил адвокату ни копейки. Это из любви к искусству она работает? Это из любви, да, из-за любви к искусству. Я понял. Адвокат замечательная, адвокат замечательная, и адвокат дружит и с Мишей Шацом, и с Шандеровичем, и с Максимом Покровским, и с Артуром Смолениновым. Адвокат очень хороший, и она знала, что я в данный момент, ну, как сказать, не голодаю, но я в данный момент загружен. Ну, лишние деньги мне не помешают. Поэтому Юля сказала, помнишь, как у Филатова, полный голод не греши, убери свои гроши. Я ведь это не для денег, я ведь это для души. Не, я заплатил все государственные налоги, которые тоже немало. То есть, что-то там в районе 6 тысяч долларов получилось. Но за работу непосредственно адвоката я не заплатил ни копейки. И, к счастью, к счастью, так сложилось, что я много... Там есть определенные критерии, по которым человек должен попадать под эту визу. У меня есть все. Я на сайте АМДБ, это сайт, где все мировые кинематографисты, там, Джонни Деппа, Брэда Питта, начиная, заканчивая Лешей Панином. У меня там, я на этом сайте, у меня там много фильмов, больше 70 записано. Я был членом жюри, что должно было тоже входить. Я был на фестивале «Отно в Европу». У меня есть государственные награды. То есть, я полностью попадаю по их критериям. Поэтому Америка решила, что без меня они дальше никак. Более того, более того, у тебя есть рекомендация от меня. Слава богу, что вот так все удачно сложилось. И мне не надо было подавать на политическое убежище. Хотя и по политической статье я тоже мог получить официальные документы. Потому что я в России признан экстремистом-террористом. Я организовывал митинги в поддержку Украины в Испании. У меня уголовное дело. Я в федеральном розыске. То есть, на политику я себе тоже наковырял. Но это было бы... Такой приличный человек. Сразу так смотрят. И по твоим заслугам, по этому самому, как к тебе относятся упырята, это и упыри, которые там, значит, сейчас хороводят. Сразу понятно, что приличный человек. Я просто... Мы могли бы сейчас уже непосредственно вот прям после приезда... А, разговаривал с нашим с тобой любимым Гельманом буквально два дня назад. Гельман очень переживает, будет ли спектакль «Скамейка» в Америке. И так как в Испании мы играли с украинской актрисой, но она осталась в Испании. И у меня есть, помимо спектакля с Атанисианом, меня просто просили не говорить. Не говори. Я не могу... Я дал слово, что я не скажу, о чем это, но это моноспектакль. И могу дать только один спойлер, что это моноспектакль о жизни очень-очень-очень известного советского актера, который в свое время уехал в Америку. И этого актера знает весь мир, весь Советский Союз. Вот спектакль о нем. О его переживаниях, о том, какой он был человек, вообще, что его мучило. Я тебе сказал за кадром, но ты, если подумаешь, минут 15, и перечислишь в голове всех, то ты догадаешься, кто это. И есть... Я очень боюсь моноспектаклей, потому что я не чувствую себя актером такого масштаба и такой личностью, чтобы держать на себе зал. И что я как-то... Мне проще с партнерами, которые за меня выполняют основную работу, а я так рядом, сбоку, под аплодисменты. Ну, уже бы занимались спектаклями, но... Спектакль — это живой организм, все-таки. Это более живой организм, чем кино. Ну, в плане, я, может, неправильно выражаюсь, но кино можно снять, оно может на полке полежать. Конечно, кино тоже теряет свою актуальность, но театр, спектакль, когда ты делаешь, его надо сразу выпускать. Ну, чтобы это было... Ну, не надо, чтобы он еще год валялся где-то. И вот сейчас вот группу Би-2 буквально два дня назад арестовали, задержали в Таиланде после концерта по наводке российского консульства, придрались к документам, что у них ничего неправильно было сделано с рабочими документами, что они, оказывается, не имели права проводить концерт. Хотя я тоже сомневаюсь. Работники консульства, они должны помогать согражданам. Просто твареныши, понимаешь? Я просто тому и говорю, что я вижу, как вот сейчас это все происходит. Я просто не хочу без разрешения на работу сейчас играть в спектакли, потому что могут просто настучать, скажут, вот, у него нет разрешения на работу, и меня для партии нет, не надо. Поэтому мы лучше сейчас несколько месяцев посидим, даже там, ну, уже даже не несколько, сейчас документы придут еще раньше. И мы спокойной душой будем уже работать с развязанными руками и на законных основаниях, потому что мало ли этому случится. Тем более, что, как бы, еще раз говорю, добрые люди мне помогают, говорят, я не нуждаюсь сейчас в данный момент в деньгах. Мне есть чем заниматься без театра, и у меня есть кое-какие запасы. Ну, еще раз говорю, вокруг много добрых людей, которые помогают мне чувствовать себя уверенно, скажем так. Так, ну, смотри, я должен уточнить для наших благодарных зрителей доброжелателей, ну, понятно, доброжелатели, скорее всего, понимают, что все в порядке. И вот для этих, как бы, вот тех упырей, которые, или им сочувствующие, которые, значит, что-то хотят выискать, я хочу объяснить, что ты работаешь на русском языке. И, в принципе, условно, если бы ты был, предположим, я не знаю, там, киргиз, который приехал в Москву и не знал бы русского языка, говорил бы только по киргизски, я бы даже такси бы не взяли, понимаешь? Вот. А в Америку ты спокойно, спокойно приехал. У тебя есть работа там параллельная, перпендикулярная на русском языке, параллельная, я имею в виду, специальности. И плюс ты еще и пробуешься на английском языке в фильмах категория А. На минуточку. Категория А. Да, вот. И еще какой-то independent фильм запускается. Ну, странно было бы, если бы в Калифорнии не снимали кино. Там Силиконовая долина, кино и виноградники. А еще нефть. Да. У меня самая большая проблема, это сейчас, которую я на себе осознаю, это не то, что я осознаю, я понимаю это. Это английский. Потому что я не хочу никого обидеть. Здесь наверняка в Америке много... Нет, ну здесь есть актеры, которые уехали, известные актеры, которые уехали из России после начала войны. Ну, как выяснилось, я думал, что их по пальцам пересчитать. И Маша Машкова здесь... И вот мы были на спектакле, у нее прекрасный спектакль, и как раз продюсер этого спектакля, который продюсировал Машу Машкову, предлагает мне. И вот два спектакля, и с Атанисяном, это он продюсер, и тот спектакль, который предлагают мне, это тоже он продюсер. Мы были вот у Маши, прекрасный спектакль на русском языке. Ну, я думаю, что если Маша захочет, она может играть его на английском, у нее вроде с английским проблем-то особо нет. Ну, я не знаю, насколько она ее владеет, но спектакль может быть интересен и в Европе, и в Америке, и не только для русскоязычного зрителя. А, у меня самая большая проблема в английском, потому что я, когда встречался с агентом, он мне показал пробы разных артистов, которые находятся здесь. Сказать, что это хуевый актер, это ничего не сказать. То есть я думал, что я в своей жизни видел много, но артисты русскоязычные, которые находятся здесь, я сейчас говорю не про наших друзей, я говорю именно о тех, кто здесь давно, они здесь, я не знал этих людей. И он мне говорит, а ты этого знаешь? Я говорю, нет. Я говорю, этого, там, Кобенского, говорю, знаю, Миронова, знаю, это нет, не знаю. Ну, дело не в этом. Но он мне показал, это такие плохие артисты, это так плохо, это так ужасно. И я бы вообще побоялся назвать их артистами. Ну, а при этом они здесь что-то делают. Многие из них даже как-то снимаются. Естественно, они играют русских или эмигрантов. Ну, их единственное, к чему все это долго принюти, их единственный плюс, что они могут говорить на английском. Мне, конечно, очень сложно, потому что у меня было на пробах две сцены, и одна сцена была коротень. Я сам себе аплодировал после одной сцены, потому что я с перепугу, вот просто вот, я потом видел все это. Я настолько правильно все оценил, отыграл, внутренний монолог, все, правильно пауза. И при этом единственный минус это язык, потому что мне очень сложно говорить не на языке, а еще когда слова, которые я не понимаю, там, знаешь, транскрипт, блядь, показ произнесешь, там, give me please, там, это понятно, эти слова я знаю с детства, а капоп-тим непонятно, а вот какие-то деструкционы, какие-то это для меня каторги, и мне приходится, я не могу, мне надо проживать, а думать о том, как мне произнести то, это сложно, поэтому проблема только в английском. И я думаю, что если бы я в свое время выучил бы английский язык, то мне было бы здесь, конечно, намного проще, потому что конкурентов среди русскоязычного актерского этого комьюнити, как это, я, честно говоря, для себя пока не увидел. Смотри, это самое. Как я себя, да, похвалил? Да, ну, вот сам не похвалишь, я бы тут тоже тут согласился с тобой, что я думаю, что ты там самый выдающийся. Плюс, ну, выучишь, как-то подучишь английский, ну, опять же, альцгеймер позже наступит. Знаешь, если вы учите языки, очень полезно для долгожительства, для всякого и прочих такого рода моментов. Вот. Слушай, значит, я думаю, все зашибись. Я видел, там Нюся прошла, ты ей привет передай тогда. Да, она конкурсирует. Она сегодня в рабстве, она сегодня занимается стиркой, глажкой и уборкой. Нюся, погуляй с собаками, пожалуйста. Суров ты, суров. Слушай, давай, значит, про день мы обещали, но про день. Это я распоряжение даю. Я понимаю, это на камеру. Мог не объяснять. Вот. Короче, ты спокойно, у тебя там есть масса всяких занятий на русском языке. Я понимаю, даже не все благотворительное, даже за что-то платят. Слушай, а вот про день. Я могу тебе так сказать, завуалированное. И платят, и получают удовольствие, и прям улыбаются. Голые вечеринки, а то, что вы переплюнете тамошнюю голую вечеринку, у меня сейчас, говорят, сомнений нет. Я думаю, ни у кого здесь присутствующих заказов, а слушающих тоже сомнений в этом нет. Нет больших. Давай про день. Ну, сегодня понятно, ты только проснулся, поэтому давай немножко подворуем, в хорошем смысле этого слова. Давай про вчерашний день. Интимные подробности можешь рассказывать, можешь не рассказывать, это тебе как-то точно. Вот, во сколько ты проснулся? Ром, вот эти два дня, как мы просто до этого два дня снимали. И эти два дня у меня отцепные. Я как раз отсыпался в полдня, потом садился в машину, ехал в тот паб-клуб, с которым я как раз работаю, и позавчера было мероприятие у Саши Незлобина, у нас в пабе. Я поехал туда, я особо ничего не делал, просто поприсутствовал, поздоровался и проанонсировал какие-то дальнейшие мероприятия, лично непосредственно мои. Вчера проснулся, поехал туда же, потому что нужно было отснять постер к другому мероприятию. Поэтому вот эти два дня как раз они очень, ничего особенного я такого не перетрудился. Ну, ты отсыпался, у тебя были отсыпные после съемок. Ну, а если не конкретно про эти дни, а чуть шире, а что там с личной жизнью, там девушки, не девушки, как, чего? Ну, да ничего. Я заживу какой-то как-то даже, наверное, для людей будет неинтересно. Я не могу сказать, что я ни на какие тусовки особо не езжу. Я не пью сейчас, Ром, мне неинтересно с ними это всеми. И пьешь, и личная жизнь тоже в связи с этим отошла на второй план. Понятно. Я сейчас больше, знаешь, как тебе скажу, я сейчас немножко в кучу собираю все. мне вот сейчас нету такой потребности уходить в какие-то тяжкие. Как-то я как-то так вот только все начало в Америке собираться. И не надо уходить. И сейчас, знаешь, провалить все пропадом, махнуть стакан и устроить им тут вырванные годы в Голливуде, что-то меня пока не тянет. Вот, 31-го уедем в Бостон с друзьями и моими же, они уже и мои друзья, и мои начальники, скажем так, хозяева, начальники, партнеры, друзья, уедем с ними кататься с детьми на лыжах в Бостон. Нормально. Не-не, ты не пей. Вот я, например, 4 года не пью, так уж сложилось. Трагически сложилась моя жизнь, что алкоголь не шел. Знаешь, бывают люди, бросают пить. А меня пить бросил и все, сказали, все, Ром, мы с тобой ничего сделать не можем. Ты не помираешь, с ума не сходишь, нам с тобой больше не интересно. Так я к чему это говорю? Что? Ну вот где-то полгода, год было непонятно, как общаться с девушками, потому что обязательно нужно разогрев, понимаешь? А без разогрева-то как? Ну потом ничего, я освоился. Поэтому, поэтому, Ром, мне, 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 как тебе сказать, мне просто с девушками, вот их, ну это, их, это не проблема. Мне нужны специфические девушки, мне нужен, как это, мне нужен рядом такой же Леша Павел, а просто так. Ладно. Ну в общем, это мы, давай что-нибудь оставим на следующий наш эфир, вот, в том смысле, что, в том смысле, что, кто будет рядом, в следующий раз расскажет. Вот. Ну если говорить о работе, то я могу еще раз повторить. Очень много идей, очень много планов, и они постоянно, постоянно, это вот о чем я говорил, когда я был в Испании. Что ты будешь делать в Америке? Я говорю, ребят, дайте до Америки доехать, а там разберемся. Я приехал в Америку, и все потихонечку, вот, начало, начало притягиваться, 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 это, 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 интервью, съемки, познакомились с этими, коллаборация с этими, а давайте сделаем это, давайте то. и это вот все, 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 все в одну кучку, кучку, кучку. Вот ты говоришь, с Максом Покровским тоже сейчас будет два мероприятия еще впереди, где мы вместе будем, что-то там на одном, скажем так, совместном творческом мероприятии выступаем. Что-то там он будет один делать, я буду ему помогать. И Саша Незлобин здесь. И говорю, все, и кино, и кино, и это, и это, и это. Вот все как бы начало притягиваться. Я тебе не говорил, что ты будешь в Америке делать, это даже смешно, такие вещи говорить. Нет, другое дело бы, если бы ты бухал бы как черт, но ты бы тоже нашел бы чем заняться в Америке. Это да. Это была бы уже другая история немножко, да? А так-то, в общем-то, главное не пей, это козлёночком станешь, а все остальное у тебя нормально сложится. Вот, можешь даже по этому поводу не переживать. Но опять же, чтобы не быть как бы голословным, и не то, что я только товарищей мучаю, а сам молчу, я тоже расскажу про сегодняшний день. У меня был эфир сегодня. Мне сегодня, ну, в принципе, вчера, смотри, мне картинку привезли, меня нарисовали. Видно что-нибудь? Да, да, да. Смотри, в расфокусе. Нет, в расфокусе сейчас. Это не я в расфокусе. К лицу поднеси. А так, фокус есть? Нет. Вот так есть. Вот это в фокусе. Вот, картинку мне нарисовали. И видишь, как пером, пером меня написала очаровательная девушка из замечательной художницы Ани Шанина. Вот. Привезла мне эту картинку. Вот. И говорил всякие теплые слова. Так что, вот сказать, да, опять же, ты говоришь, мне там дадут дать визу таланта. А меня в Израиле признали, официальное звание, правда, надо быть до конца честным, это почти всех признают. Особо, особо, именно так звучит, особо выдающийся деятель культуры. И искусство. Вот так, особо выдающийся. В общем-то, надо сказать, что, ну, я не знаю, кого что значит, всех признают. Мне, в общем-то, про себя больше интересно. Но это приятно, когда тебя называют особо выдающимся. Я тебе прямо могу сказать. Вот. Поэтому, и вот моя рекомендация тебе помогла. Что еще? Тоже был шабак, я, по большей части, валялся сегодня. Вот. Один эфир, значит, вот провели. Сейчас у нас тоже вечер, это у вас утро. Вот. А второй эфир, а второй эфир, вот мы сейчас с тобой. Слушай, кстати, как из Америки видна вся вот эта ситуация, что возникло здесь с террористами и так далее, и так далее. Очень много по этому поводу мнений, сомнений. Ты знаешь, Ром, я не могу сказать, что я прямо вот в курсе всех политических событий в Америке. Я знаю, что у них здесь были митинги в Сан-Франциско, и кто-то выступал за Израиль, кто-то выходил в сторону, на сторону арабов. Вот прям, чтобы каждый день по улице я видел какие-то движения, я не вижу. Ну, что что-то происходило, это да. Не могу сейчас тебе прямо экспертно ответственно все это разрисовать. Там ты свое отношение не сформировал, да? По поводу кого? По поводу террористической атаки, которая здесь была, по поводу борьбы, которую ведет Израиль сейчас. Нет, я однозначно на стороне Израиля, просто я, ты знаешь, не то, что я лишний раз не высказываюсь по той причине, что я не могу быть каким-то экспертом, который, ну, я могу сказать только, я вот на стороне этих, если меня спросить, почему, а вот и приводить мне какие-то аргументы, что там вот это прав, я в этой ситуации не владею. На какой ты стороне? Мне аргументы не нужно здесь аргументировать. Нет, я однозначно на стороне Израиля, потому что начал-то не Израиль, когда вся эта история началась. Да, изверства, которые были устроены беспрецедентно, убили полторы тысячи человек, очень жестоко. И я, это естественно, ну, просто я еще раз говорю, я не хочу быть, я не хочу быть кучерой, которая не владеет информацией, и несет какую-то ересь. Я просто, я не могу приводить доводы, аргументы. Я на стороне Израиля, что сейчас, если меня загонять в угол и задавать мне какие-то авторитеты, серьезные, правильные какие-то вопросы, я поплыву. И что мне в это ввязываться, если мы не будем тебе задавать вопросы, и кучерой ты никогда не станешь. Это невозможно, это невозможно, постигнуть такую степень бездарности. У тебя не хватит таланта сыграть такого бездарного человека. Вот. Поэтому даже не мечтаю об этом. Вот. Алексис, у меня есть такая несложная мысль закончить наш разговор. пообещаем нашим благодарным зрителям, что в следующий раз мы как раз обговорим с тобой вот ту самую ситуацию, какой тебе нужен другой Панин в компании с тобой же самим. Подожди, не надо пока еще останавливать. Хорошо. Попросим наших благодарных зрителей поставить лайки и написать комментарии к нашим, чтобы поднять этот поднять этот наш с тобой диалог. Я считаю, что мы с тобой зашиблись, поговорили и я еще раз честно признаюсь, что это был наш первый разговор полчасовой с Алексеем за полгода примерно. Ну да. Вот. Поэтому я тоже узнавал много новых вещей. Так, Лешенька, ну все, тогда до встречи, соединимся тогда. Давайте. Давай, все, обнялись. Пока. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok